Все преграды только в нашей голове. История димитровградской спортсменки Натальи Николаевой. Лучшее тому подтверждение. Вслед за пьедесталами чемпионатов мира и Европы по плаванию девочка с синдромом Дауна покоряет образовательный Олимп. Сегодня Наталья студентка третьего курса медицинского техникума. Лекция о медицинской реабилитации пациентов. Студенты изучают основы физиотерапии и ЛФК. В их числе девушка, которую в местных СМИ называют «Солнечная Наташа». Для того, как сесть за парту азы восстановления организма, она изучала на собственном примере. С самого детства она любила играть в больничку. А потом мы много лет ездили в центр реабилитации с ней в Москву. И там она постоянно общалась с медиками. И вот они ей так полюбились, медсестры, вот эти добрые женщины, врачи, что вот она сама захотела выбрала эту профессию. Дома традиционно поддержали. Мама – неизменный спутник дочери и на уроках в школе, и на тренировках. На студенческой скамье они также неразлучны. Я работаю тьютером, сопровождаю ее, помогаю ей на всех уроках, чтобы ей было комфортно. В общем-то, ускоряю где-то процесс ее, чтобы она успевала за ребятами. Там дописываю лекции, если быстро идет диктовка лекций. Программа такая же, как и у всех однокурсников. Экзамены Наташа тоже сдает на общих условиях. Позади уже и первая практика в Федеральном научно-клиническом центре радиологии и онкологии. Там я делала лазер, магнитотерапию, физиотерапию, ванны гидромассажные. По-моему, это медики. Все они говорили, что надо, приходи, учись на нас. Студентка уже выбрала полюбившееся направление. Это лечебная физкультура и массаж. Надеется, после окончания учебы для нее найдется подходящая вакансия. Наташа себя проявляет как способная. Студентка хорошо осваивает программу, участвует в процессе, проявляет интерес. В профессии медицинская сестра подразумевает под собой достаточно много направлений. То есть не обязательно всем этим работать в процедурную или в поликлинику. Есть очень много различных направлений. Допустим, та же самая физиотерапия. Наташа обладает хорошей координацией, хорошей силой, поэтому она запросто сможет осуществлять медицинский массаж. Все это возможно через полтора года после получения диплома. Пока солнечная третьекурсница исправно посещает лекции и тренировки. Покорение спортивного Олимпа тоже никто не отменял. Следующий на очереди пьедестал апрельского чемпионата России в Йошкарале. Ульнара Шарипова, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск.